Великая степь. Тысячелетия событий. Сотни кочевых племен и народов. Они жили, творили, свершали открытия, завоевывали огромные пространства и оставили нам немало загадок. Смотрите проект «Тайны Великой степи». Этого гостя экзотической для Петербурга внешности, в необычно роскошной одежде, трудно было не заметить. В большой делегации он выделялся своей молодостью, красотой и музыкальным талантом. Было непонятно, о чем он пел, но мелодия не оставляла никого равнодушным. Светило солнце, почти слепило. И тут на его лицо упала тень. Какая-то девушка подошла поближе, то ли чтобы послушать Кюй, то ли чтобы лучше его рассмотреть. В те дни к отцу девушки приходило очень много людей. Вся семья была в центре внимания Российской империи. С ее окраины приехал и этот красивый певец. Когда он запел, девушка была в замешательстве. Как его зовут? Что это за странный инструмент? Ах, как сегодня солнечно, петербургская погода этим не балует. Яркая песня, словно подстать обстановке дворца. Подстать важному событию в жизни империи. В среду 23 марта 1855 года царь Александр II принял делегацию. Есть сведения, что на приеме Татимбет исполнил на Домбре несколько своих произведений. В правдивости этих утверждений еще необходимо убедиться. Однако бесспорным является факт награждения музыканта подарками. Герой этой легенды родился в местечке Мержик. Ныне это Казыбекбийский район Карагандинской области. Необычная история о поездке к русскому царю – лишь эпизод в насыщенной событиями жизни Татимбета Казангапова. Он выходец из родовитой семьи. С детства ему была уготовлена роль Бия – судьи. Еще большую славу юноше принес талант Квиши – поэта и музыканта. Правда ли, что в него влюбилась дочь Александра II? И какое отношение Татимбет имел к выдающимся казахам Чукану Валиханову и Абаю Кунанбаеву? Мой дедушка был внуком Татимбета. Сын Мусатая, Шайка. Так вот, Шайка дедушка говорил, что это был необыкновенно красивый человек. Среднего роста, плотно сложенный. И что бы он ни одевал, все ему шло. У него были большие светящиеся светлые глаза, рыжеватые волосы, красивые усы. И эти усы он каждый день подбревал и каждый день за собой очень следил. Одевался очень красиво. И когда садился на лошадь, люди сбегали, смотрели, Татимбет садится на лошадь. Как-то умело, красиво садился на лошадь. И когда ехал он по Олу, то и слева, и справа, и не то что дети, взрослые выходили, смотрели, либо потому что какая-то красивая, горделивая осанка красивая была у него. Татимбет выделяется и на этом снимке волосных правителей. Чуть позже мы расскажем о том, как было обнаружено это фото. А пока заметим, что детство мальчика проходило на фоне глобальных политических перемен в степи. Ну, это джунгарское наследие. Тогда степи были в очень бедственном положении. Они попросили помощи у царского правительства. Ну, они хотели наладить дипломатические отношения с Россией, говоря современным языком. Но вместо этого в степь приехали русские чиновники. И они, согласно уставу Спиранского о сибирских киргизах, стали делить вот эту степь на округа и на волости. Но чтобы было легче управлять, они, конечно, искали себе помощников. И вот эти помощники были люди Тури, наследники и ханов. И очень уважаемые и грамотные люди Кыргызской степи, которых народ слушал. И вот одним из таких уважаемых людей был как раз Казангап Мушкеулы, отец Татимбета. Почет Казангапу дается шутя. В роду знамениты уже скалыбели. Здесь все при чинах, при богатстве, при деле. Жена здесь полковник, полковник – дитя. Полковник – дитя. Это Татимбетя. Из трех сыновей Казангапа именно его отец обучал степному праву, брал с собой в поездки и судебные разбирательства. Его род – Каракисек. Далее он происходит из рода Шаншар. Среди представителей этой ветви – Кельдыбекби, Бекбулатби, Алшинбайби, Казыбекби. Это все его прадеды. Когда какие-то споры шли, очень много народу при любых обстоятельствах, будучи ребенком девятилетним, десятилетним, он мог поднять руку и смело сказать, что это неправда. Это нужно эту лошадь отдать тому человеку. Он справедливо решал, девяти-десятилетний мальчик. Конечно, к его голосу все прислушивались. Про таких, как Татимбет, говорят. Родился с серебряной ложкой во рту. Он приходился родственникам Абаю. Его мать Улжан была из того же рода, что и Татимбет. Возможно, маленькому Абаю ставили в пример дядю Татимбета. А отца Чукана Валиханова Шингиса и отца Абая Кунанбая современным языком можно считать коллегами Татимбета по работе. Сотник Татимбет Казангапов пользуется по званию своему личным дворянством. Был управителем Нурбике Шаншаровской власти Каркаралинского округа с 1842 по 1854 годы. Под судом и следствием не был и не состоит. В начале 1855 года на российский престол взошел новый царь. Своих представителей на это торжество делегировали и степняки. Любопытно, как Татимбет оказался в праздничной делегации? Ну, об этом писал Сабит Муканов в своей книге про мелькнувший метеор, что приглашали вообще-то Кунанбая. Но Кунанбай стал религиозным человеком, он собрался в Мекку и вместо себя послал Татимбета. Делегация состояла из многих биев и волосных, но их имена не сохранились. Остались в памяти лишь два человека. Это Татимбет и Даулет Кирей. От западного Казахстана поехал Даулет Кирей. Он тоже был Кьющи. Татимбет хорошо выступил, исполнил Кьюй, получил и привез домой серебряную медаль. Таким образом Татимбет остался в истории. Как-то эта делегация, когда ответила на самые важные вопросы, решила какие-то состепные вопросы, проблемы какие-то, Татимбет наедине остается в большом зале. Этот зал был наполовину освещен солнцем. Видимо, это было специально сделано, что ли, может, для людей из степей, может, так сделали. И одна из дочерей, вот я не помню, вот сейчас не могу вспомнить, бабушка всегда имя какое-то говорила, такое русское, светлое имя. Одна из дочерей царей подходит к нему и держит над ним зонт, потому что его вот эта освещенная часть зала, видимо, ослепляла его, чтобы он мог играть спокойно. И его улыбка озаряла, говорит, лицо так, что девушка, дочь царя не выдержала, подошла к нему и держала, пока он будет играть этот кис, вот, зонт держала. И потом этот зонт, видимо, она подарила ему, потому что с этим зонтом он приехал к себе сюда, на родину, в Каркаролинский уезд. И этот зонт долго, его, конечно, высоко поднимали, где-то держали его. И не только зонт, она, видимо, еще какие-то ему украшения давала, что когда она на лошадь садится, он краешек камзола поднимал. И вот это вот пристегивал каким-то украшением. Это, говорили, подарок дочери царя. Прямо баллада о степном трубадуре. Кое-что в ней достоверно. Это редкий для казахов аксессуар зонтик. Неудивительно, что он то и дело всплывал в легендах о Татимбете. Татимбет сделал знак своему товарищу, и тот привел его иноходца по кличке Божурга. Татимбет заиграл кюй Каражурга, кари иноходец. А Божурга заходил перед ним в ритме кюе, то шагом, то иноходью, то медленно, то быстрее движение. Даже свита генерал-губернатора удивлялась искусству Татимбета. Генерал-губернатор подарил Татимбету свой шелковый зонтик и разрешил высказать все свои нужды и просьбы. Татимбет-дрессировщик? Возможно ли это? Исследователь культа коня у казахов Ахмед Токтабай говорит, что степники действительно управляли лошадьми с помощью, например, свирели с Эбэзгэ. Есть вероятность, что и Татимбет приучил любимого жеребца к звукам дамбры. Что за слухи о золотом руне Татимбета? На какую жертву он пошел, чтобы завоевать авторитет Бия? И за что его однажды арестовали? Это фото огромного самородка меди в форме медвежьей шкуры, добытого неподалеку от кочевий Татимбета. Владельцы рудника преподнесли необычную находку в дар Александру II. Писатель Сапаргали Бигалин упоминал о том, что Татимбет хорошо знал свои земли и был незаменимым помощником в первых геологических экспедициях по изучению Казахстана. Я учился игре на дамбре у внука Татимбета, Шайкы Аксакала. Он очень много рассказывал о нем. К примеру, когда Татимбет останавливался в каком-либо селении, пил там воду, то говорил, «В этой деревне есть золото». Он по вкусу воды определял, какие ископаемые есть под землей. Тогда я спросил у Шайкы Аксакала, как же Татимбет начал добычу золота. Он ответил, «Когда я был ребенком, Татимбет дал указание зарезать около ста овец. После их стрижки шкуру стелили на дно реки и придавливали камнями. Так шкура лежала два-три дня, после чего ее раздавали женщинам и детям. Золото же скапливалось на шкуре, и его добывали вот так. Я даже был там, где построили рудник. Он вдоль реки Тундык. Ее течение перекрыли дамбой и построили завод». Это я прочитала о Попово. Вот когда стали исследовать казахские степи, то вот было такое предположение, что в недрах Казахстана есть золото. И тогда царское правительство стало вызывать добровольцев из тех, кто знали степь, и давали какие-то субсидии на разведку золотоносных месторождений. И, конечно, Татымбет вызвался искать это золото. И старики рассказывали, но они Попово рассказывали. Вот да, какой-то аксакал, мой дед встречался с Татымбетом. Вот они ходили на речку, собирали этот песок речной, промывали, и какие-то крупинки золота там были. Вот только это я знаю. И у кого у Попова было, и убегали на что. Татымбет ездил с группой джигитов, разыскивал вот эти полезные ископаемые, ну и наверху держал зонтик над головой подарок генерала-губернатора. Желая заняться разведыванием и разработкой золотоносных россыпей, а также отыскиванием и добычей руд других металлов на землях, занимаемых сибирскими киргизами, я имею честь покорнейше просить Ваше Высочество снабдить меня предварительным разрешением на таковые промыслы. Любопытно, что несколькими годами ранее отец Чуканова-Лиханова подавал подобные заявления об открытии и разработке рудного месторождения. Его просьбу отклонили. Но со временем законы изменились и прошение Татимбета царские власти восприняли благосклонно. Краевед Юрий Попов изучил документы и предположил, что Татимбет не успел реализовать свой бизнес-проект. Кстати, о предпринимательской жилке Куйши есть один забавный случай, который обнаружил в биографии знаменитого казаха исследователь Талазбек Асимкулов. Его отец Казангаб получил чин поручика вот за эти события с восстанием Кенесары Касымова. И, конечно, потом заступил на эту службу и Татимбет. И более того, они получали как бы жалование царскими ассигнациями. То есть они официально состояли на этой царской службе. И вот интересно, Талазбек Асимкулов рассказывал, ну, вот эти ассигнации, они в степи были и не нужны. И вот однажды Татимбет растопил ими самовар, за что был наказан, и попал на три дня на Каркаролинскую ГАП-вахту. Пожалуй, это единственный случай, когда казахский би нарушил российский закон. Степное же право он соблюдал неукоснительно. В свое время отец преподал ему важный урок. Он же был в Сире. И человек, который пел, сочинял песни о любви, у него были девушки, с которыми он соревновался, ну, кто лучше играет на дамбре. И вот во время этих поездок Татимбет полюбил девушку, очень сильно полюбил. А она была уже засватана за другого человека, и даже был выплачен колым. И когда Татимбет пришел к отцу и рассказал, что вот я люблю эту девушку, хочу жениться, то отец сказал, сынок, ты знаешь, мы очень богатые и очень состоятельные. Мы, конечно, можем выплатить как бы компенсацию обиженной стороне, и девушка была бы твоей, но ты, сынок, будешь бием. И если ты сейчас так несправедливо поступишь, как ты будешь потом судить людей, что о тебе будет говорить народ. Из каких еще легенд складывается культ композитора? Причем здесь русские музыкальные классики? И как был обнаружен прижизненный портрет Татимбета? Хьюикос Басар представляет собой пьесу, как это ни странно, до известной степени напоминающую одну из культовых сочинений Рахманинова. А в промежуточной своей части заключающую фразу из Орёза Шинкарки в «Борисе Годунове» Мусоргского. Также дважды повторенную. В третьем акте Бориса Годунова играют именно кюй Сылкалдак. Я это слышал собственными ушами. В начале третьего акта играли Сылкалдак. 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 Как объяснить странные музыкальные совпадения, о котором писал Затаевич? Некоторые предполагают, что на царском приеме кто-то из русских композиторов услышал кюйши и степная мелодия запала в душу. Но Мусоргскому на тот момент было всего 16, а Рахманинов еще не родился. Другие объясняют, Затаевич вырос на европейской музыке и ему было проще сравнить произведение Татимбета со знакомой палитрой звуков. Наверное, правы и те, что считают, случайные аналогии лишь подтверждают истину о единстве первоисточников как культурной, так и народной музыки. В 17 веке в Европе были такие композиторы, как Бетховен, Моцарт, Бах. Этот период был золотым веком. В 18 веке появились знаменитые русские композиторы Чайковский, Глинка. Также и в нашей казахской истории 19 век считается золотым веком. Такие композиторы Кьюиши, как Курмангазы, Татимбет, Даулет Кирей вознесли казахское искусство на новую высоту. Кьюи исполняли и до Татимбета. Сравнивая то исполнение с искусством Татимбета, мы видим, что раньше Кьюиши рассказывали о событиях из жизни народа или истории с описанием животных и птиц, а Татимбет своим творчеством рассказывал о явлениях в жизни человека, об отношениях между людьми, о вещах подобного рода. Мотивы мелодий Татимбета сложны и требуют высокого мастерства исполнения. Сформировалась целая школа из последователей Татимбета. Есть легенда о том, что в одном ауле композитор затеял творческое состязание с талантливой девушкой и продемонстрировал при этом необычный прием. Татимбет исполнял Кьюи, а девушка его переигрывала и сочиняла новый. Она не уступала ничем в искусстве. Татимбет и так, и сяк играл, а девушка не сдавалась. Тогда он снял обувь и сыграл большим пальцем ноги. Говорили, что по степному этикету девушка не могла себе позволить задирать и показывать оголенные ноги, поэтому она проиграла айтыс. Кьюи-Ши Мурату Абугазы кажется, что история носит скорее назидательный смысл. Мол, не забывайте, у мужчин было много возможностей, а для женщины существовали ограничения. Между тем Кьюи-Ши Белял и Скаков готов поспорить, Татимбет был способен и на большее. К примеру, у Татимбета есть Огще Кьюи, в переводе «Пяточный Кьюи». Он играл пяткой. В свою книгу я внес Огще Кьюи, который разыскал у стариков в ауле. Эта история ведь не с неба взялась. Он играл пяткой, поэтому и название «Пяточный Кьюи». А еще, во время состязаний, Татимбет играл острием бритвы. Однажды, он соревновался с девушкой по имени Балкия. Как мастерски играла на дамбре эта Балкия. Тогда Татимбет взял в руки бритву и стал играть ее острием, а Балкия не смогла. Порвала струну. Представьте себе, какое это мастерство, какая острая бритва, а вот Татимбет умудрялся играть ее на дамбре. Славе и обожанию, которыми был окружен степной щеголь, могли бы позавидовать и звезды шоу-бизнеса. Есть легенда о том, как Татимбет встретился с исполнительницей Кьюи по имени Малкара. Она была родной сестрой матери Абая, то есть это сестра Улжан. Во время состязания с Малкарой та настолько влюбилась в Татимбета, что тайком вбила гвоздь в копыта коня Татимбета, чтобы тот не уехал из аула. Конь захромал, и Татимбет остался еще на день. Пробыл там столько, сколько понадобилось, чтобы нога коня зажила. Это показывает, какой особенной личностью был Татимбет. Благодаря исследователям мы имеем представление о том, как же все-таки выглядел харизматичный Татимбет. Вы, наверное, видели этот групповой снимок. Есть снимок делегации, которая ездила в Петербург. В Петербург ездил волостной управитель из арки по имени Аккошар. Он был одет в чапан, но на голове не было пучка из перьев филина. Так вот, по ошибке многие приняли его за Татимбета. Позднее академик Алкей Маргулан отправился в архив в Петербург, нашел снимок, где было четко написано «Кто из делегатов Татимбет?» А вот рисунок, где он в меховой шапке. Он также есть на групповом снимке, стоит с краю. Татимбет ушел в расцвете лет. Он тяжело заболел и по разным сведениям в возрасте 45-47 лет скончался. Народный любимец вряд ли предполагал, как отразиться на его потомках их происхождение. Некоторых из них репрессировали, а биографию самого Куйши подправили, умолчав о знатности рода Татимбета. Вот мой дедушка, вот лоб, знаете, глаза, уши. Это дедушка Шайка Мусатаева. Теперь сын Шайка Мусатаева мой отец Самат. Мой дедушка говорил, что Самат похож на деда. На деда Татимбета. Потому что большеглазы, решительный, быстро применял какие-то действия. К счастью, постепенно к нам возвращаются Кьюи Татимбета, а в народной мифологии продолжает жить и обрастать новыми подробностями образ незаурядной личности, бие, дипломата, поэта и музыканта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Живая по сей день. Это и другие истории про мудрого Биет, харизматичного Кюйши показывают, насколько сильно в народе любили и гордились выходцам из великой степи по имени Татимбета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова